Всем привет! Днепр на связи! 27 марта, 10.04. Ну что, друзья, прошла эта ночь. Ночь прошла спокойно, без сигнала воздушной тревоги. Поздно вечером был очередной обстрел Никополя и Никопольского района, без пострадавших. Ну а затем вся ночь была тихой, даже там, Никополь, Никопольский район, люди могли чуть-чуть, да, и отдохнуть в более-менее тихой, спокойной обстановке. Что в общем у нас, друзья, вчера под вечер, туда ближе к ночи, залетели такие беспилотники в воздушное пространство Украины через Сумскую область. Евлаш нам рассказал о том, что было их 13, 10 из них были сбиты. Боевая работа шла в Харьковской, Сумской и Киевской областях, то есть имеем 3 официальных прилета. Еще у нас Гуманюк решила немножко то ли напугать, то ли предупредить, то ли просто ей скучно. В общем, очередное ее заявление говорит о том, что Россия накопила цирконы и теперь продолжит точечный террор Украины с акцентом на Киев. Еще она сказала, что в Крыму сейчас у них более 30 цирконов с повышенной дальностью атаки. Так что есть угроза дальнейших баллистических атак. И сейчас, друзья, я не знаю, почему с утра какой-то кипиш, была информация, что у нас в городе бюджетников и работников железной дороги по максимуму распустили домой из-за какой-то угрозы обстрелов. Но эта информация не подтверждается. Сейчас вот министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Галушка, он сказал, что это на официальном уровне сейчас распространяется информация везде. Сегодня не игнорируем тревогу. Всем балансодержателям и причастным к укрытиям необходимо обеспечить круглосуточный и бесперебойный доступ к ним. Зачем, почему, ничего не объясняется. Ну типа вот укрытия должны быть все открыты и игнорировать нельзя. А вчера было можно игнорировать и вчера было можно, чтобы укрытия были закрыты. В общем, так много вопросов, так мало ответов. Посмотрим, что к чему, может как-то прокомментируют эти его заявления. Ну, пока что такая инфа. В общем, друзья, всем хорошего дня. Спасибо за внимание и до нового выхода на связь.